Девятого декабря в 18 часов в Доме народного творчества состоится рок-концерт под названием Rock Night. О мероприятии более подробно поговорим с Вячеславом Мангушем, организатором концерта. Здравствуйте, Вячеслав Самсонович. Здравствуйте. И Эртене Андеролом, лидером группы Red City. Здравствуйте, Эртене Артенолович. Итак, первый вопрос. Вячеслав Самсонович, как организатор, расскажите об идее концерта. Идея концерта, она очень проста. Это привлечение молодежи, подрастающей сейчас, людей, которые увлечены живой музыкой, преподнести новое направление. Вот группа Red City, мы такой проект сделали, да, небольшой, на котором вы на концерте посмотрите. Это направление Туинский металл, чего до этого не было. Еще проект это Салюку Монт, в котором мы недавно очень плотно начали работать, пару концертов даже вместе с ней выступили. И еще привезти свою команду, это из города Бакана. Команда сама по себе, вот, уже известная в Хакасии, по Красноярскому краю. И вот их направление, жанр, да, вот это все полностью перевести в республику сюда. Чтобы люди могли посмотреть, кто-то из себя что-то возьмет. Может быть, даже молодежи, посмотрев на это, свои какие-то новые идеи появятся, к чему стремиться. А для взрослого поколения то, что такое тоже, что республика у нас развивается. В этом именно сама ключ, именно концерт Rock Night. А вообще сценарий какой будет? В принципе, ничего особенного не будет. Это, как бы, последовательное выступление команд. Но именно каждая группа, да, когда будет играть, она будет по-своему как-то представлять свой жанр. Это Red City свой жанр покажет. Там у нас несколько направлений. Русский рок, экспериментальный рок такой, получается. Сайлы Куман — это туинские песни в живом исполнении, в направленном именно роковом стиле. И вот в конце заключения будет наш Shadow Craft. Это сама по себе уже как бы альтернативный металл. Там будут и песни-ковера, которые, в принципе, некоторые люди уже слышали, знакомы. И вот в таком направлении весь концерт будет проходить. Артемина Артемолович, группу Red City любители рока знают уже давно. И вы выступаете часто в таких родных мероприятиях. Вот на этот раз что вы приготовили для своих поклонников? Ну, это обработка новых песен, то есть уже в новом виде, да, вот, с участием нового соло-гитариста. Это Слава Вячеслава Мануж. Вот, и понимание, как говорится, вот, чтобы было вот, что такое рок, да, вот. Вот, и, конечно же, мы тут усилия ставим на текстовку песен, да, вот, что все-таки вот обращать нужно на это тоже внимание, да, вот, кроме, как бы, музыки, да, вот. И что мы, как бы, тоже, как бы, неравнодушны, да, вот, происходящему, как бы, в мире, вот. Вот, и хотелось бы показать краски жизни, вот, именно, вот, что, если плохая сторона жизни, что хорошая сторона, да, вот. И тем самым, как бы, вот, людей, как бы, провести вот по этому коридору, да, вот, и чтобы они увидели для себя, вот, в виде ассоциации, в виде каких-то, вот, образов, там, или еще чего-то. Вячеслав Самсонович, вы уже рассказали о некоторых участниках концерта, а вот из гостей кто будет? Так, из гостей будет эта абаканская группа Shadowcraft. Эта группа себя зарекомендовала, вот, как экспериментатор. Получается, в их жанре, да, это перемешивать разные родные инструменты, да, народности, балалайка, диджерид использовалась. То есть, даже использовали элементы дабстепа, элементы еще использовались от бомбокса, рэп, хип-хоп. Все это перемешивалось в этой группе, и вот такая группа, как бы, считается экспериментальной группой. Соответственно, в этот раз они приедут, покажут, в принципе, все, что у них самое лучшее покажут. И вот, в принципе, эта группа приезжала в прошлом году, мы выступали, народа мало было тогда. Вот сейчас именно хотим показать всю красу этой группы. В принципе, эта группа считается самой лучшей по Хакасии и одной из лучших команд по Красноярскому краю. Эрдинал Артенулович, Вы, вот, как опытный рок-исполнитель, скажите, по Вашему мнению, каковы перспективы развития этого направления у нас в республике? Ну, рок-музыка, она, как бы, неисчерпаема, да, вот это было, будет, это, как говорится, одно из направлений музыки. Так же, как блюз, джаз, ну, это рок. И что касается перспективы, да, вот, то перспективы очень большие. Тем более, вот, если учитывать, как бы, наш колорит, да, вот, особенности туинской музыки, да, это тоже, если, допустим, использовать, то, считаю, что будет интересно не только, вот, для жителей Тувы, да, вот, но и жителям России показать, вот, вот, что, в принципе, и делает, вот, на сегодняшний день из группы ВЕР Радик Тюлюш, да, вот он, Борис Гребенчков, сейчас играет тоже периодически, да, вот, совместные у них концерты бывают, то, считаю, что это, как продукт, очень такой востребованный. Хотя за рубежом популярность нашей музыки, да, вот, тубинской, да, вот, она давно известна и популярна, да, вот, а что касается, вот, отечественного рока России и рока вообще в целом в Туве, да, вот, вот, то, ну, имеет перспективу. Есть смысл, как бы, ее развивать, да, вот, экспериментировать. Ну, и в завершении нашей беседы, Вячеслав Самсонович, может, у вас есть что добавить? Добавить. Сама идея позыва, да, вот этого рок-концерта, это, что грани нету, это границ нету, это можно экспериментировать, да, вот, что делает даже группа Хартага, она, получается, перемешала наши народные песни, да, с рок-блюзовым направлением, да. Вот даже посмотрите, вот, вот наши студенты, да, республики, вот, в любом городе, да, везде удивляет народ, потому что именно культура, да, тубинская, да, вот эта, сама, наверное, вот эта энергетика, которую тут дает, люди, они очень талантливы. Даже, вот, посудить даже в городе Вабакане те талантливые музыканты, да, которые, они все республики этого, даже вот так вот. Так что любой другой, который посмотрит этот концерт, что-то из себя возьмет и найдет в себе силы, например, что-то новое создать. Вот, такой позыв именно этот концерт, рок-найт. Эрнерт Малович, может, Вы обратитесь к зрителям с призывом, чтобы они пришли, приводили своих друзей и родственников? Уважаемые земляки, обязательно приходите на наш концерт, посмотрите, послушайте, вот, от нас тоже, как бы, для Вас есть сюрприз. Хотим, чтобы Вы тоже поучаствовали в этом процессе. Очень ждем. 9 декабря, ДНТ, 18 часов. КОНЕЦ ФИЛЬМА Найди себя среди одиноких машин, Найди себя среди заброшенных улиц, Найди себя в королевстве крыльных зеркал, Найди себя, собрав всю силу в кулак, Найди себя однажды, просынувшись со словом «тений», Найди себя, повторяя, что тут создан для нечто большего, Найди себя среди друзей и заклятых врагов, Найди себя в этот нелегкий нам век, В этом веке решает тяжелая артиллерия, В этом веке больше не стреляются, а плюют, В этом веке множество запутанных нами чисел, В этом веке цифры уводят нас в тупик. Продолжение следует...